добрый день мои друзья вы на канале русская душа с вами марина и мы во дворе маминого дома в городе иркутске цвет набирает сирень я вам этот дом показывала в предыдущем видео вот здесь у них огорожено все пройти такой домик вот он хороший дом хорошей планировки квартир вот это улица байкальская городской аллергологический аллергопульмонологический центр даже центр здоровья напротив вот здание областной суд так что не не делайте выводы об этом месте пах маленькому рыночку который я показал это современный красивый город ну дороги до оставляет желать лучше вот тротуарчик смотрите так с весной сейчас пойдем подземный переход а я пошла мне нужно кое-что купить но уже не на рынке магазине пойдем через подземный переход вот такая улица улица байкальская дом прямо на улице байкальской центральной улице вообще города но у них окна в отверх не на улице а что они вот этим смогом то особо не дышит хорошая квартирка переходик конечно страшненький но пойдем все равно вместе соскучилась я чувствую прямо по своему городу соскучилась я что столько лет прожила и в иркутске прожила семнадцати до сорока лет 23 года переходе магазинчики ловчонки машина ездит прям по голове ну наверно во многих домах в городах подземных переходах а такие ловчонки есть вот переходим улицу идем уже не на рынок а в приличный магазин торговый центр кедр сейчас я то здесь не жила мы жили в отдаленном районе мама то сюда уже переехала ближе к моему отъезду скажем так эту квартиру в этот район у брата загородный дом а мама не хочет мама любит зимой комфорт жить в квартире зимой если на дачу только в баню и все а так должно быть тепло и никаких проблем я думаю для пожилых людей это нормально уже желать большего комфорта особенно долгой сибирской зимой были чуть моложе ездили на месяц на два в Таиланд зимовали с дедом сейчас уже все мечтают конечно но куда они уже так мало транспортабельны но обоих ноги больны но обоих ноги больны хотя конечно они привыкли и много лет ездили зимой в Таиланд привыкли зимой сокращать зиму за счет тайского тепла видите как сейчас пройдем посмотрим мама сказала купи белорусских мясных деликатесов и краску для волос хочешь чтобы я ее покрасила ну надо сделать так тоже мамулечки позаботиться ой все услышала сегодня разговор дед говорит в бане пол проваливаться начал ну ясно же вода постоянно надо найти сколеров плотников чтобы отремонтировать не забирали ладно кто почему-то говорит не ходят азиаты ребята на работу устраиваться а только-то наняли бы я брату срочно пишу я говорю братец говорю ты чё родители говорят говорю сидят думаю так бы кого попало найти шабашник качук качук это этот Иркутской области где же тут ну поищу сейчас сначала пойду куплю краску потом полюбим русское мясо искать русский продукт вот тоже магазинчик а здесь табак суки какие-то продукции из Казахстана и далее все флаги в гости к нам вот так вот белевские сладости приморский кондитер эти вот так в центр-то Сибири съезжаются все бывшие союзные республики торговали вот цветочный магазинчик здесь вон бурлианты пердолиты а вот так вот сколько пердолитов смотрите красота ладно показала вам немножко ну давайте сюда зайдем краску посмотрим вот магазинчик покупать надо что-то свое местное так где у нас красочка сейчас посмотрим красочку для валов а вот она нашла увидела мама сказала взять палет палет сейчас посмотрим блондинестые какой-нибудь палет нужен это съезд что утро светлитель без эффекта желтизны платиновый нет ну и платиновый это не надо сейчас буду искать вот еще какой-то палет есть светлый ага с жидким шелком натуральный блонд ну тут и возьму она седая и очень идет блонд цвет на ее седину сейчас возьму так ну все уже не буду при вас рассчитываться спасибо что были со мной буду вам еще что-нибудь показывать магазин вы сами наверное видели не раз вот ваза нужна домой какая-нибудь красивая ваза нужна какая-нибудь красивая но я не довезу стекло же а так бы купила что-нибудь элегантное вот это нравится вот это нравится смотрите вот это белое смотрите сейчас покажу вот смотрите какая красота такая перламутровая о очень красивая вот эта ваза понравилась она бы у меня там чудесно вписала я не знаю как ее везти надо коробку пузырьковую пленку но я подумаю еще будем в городе если что сбегаю куплю может быть ну что-то надо ж на память купить в родном городе ну все пока резинку для волоса в общем все вы посмотрели Иркутск все тут есть и заброшенные страшненькие стрёмненькие рыночки современные супермаркеты с просто завалом всяких разных товаров все хорошо были б деньги зарабатывай живи всего вам хорошего удачного дня приходите еще на мой канал а с вами была Марина удачи представим себе